Это утренний эфир из «Серебряного дождя». Мария Армас и Игорь Наумов к нам присоединяются. В следующем часе Михаил Казинник. И те, кто спрашивают, где программа «Это только начало», все в порядке, не переживайте. Володя Раевский прилетит из Армении, привезет интересных историй, будут новые сокровища нации. Все это уже в следующую среду. Мне написал письмо Саша Данилова, наш слушатель из Саратова. И Саша, слушатель которого я помню очень-очень с далекого года. Даже, в общем, уже, наверное, не помню с какого. Саша, доброе утро. Помнишь ли ты, с какого года ты слушаешь «Серебряный дождь»? Доброе утро. Недавно в фейсбук подсунул мне воспоминание, что я сделал колодец на участке и писал об этом в твою рубрику «Подвиг». Я вызывался совершить подвиг и за день собрать это сверху, домик над колодцем. Я это сделал и получил тогда минуточку эфира. Да, это я к чему, что с Сашей мы дружим уже очень давно. Дружим как радиостанция. Саша приезжал на наше мероприятие и, в общем, очень живо откликается на эфиры. И недавно написал мне в WhatsApp, что решил сделать мастер-классы в исправительной колонии. А, собственно говоря, Саша, расскажи, чем ты занимаешься в последнее время? В последнее время я делал различные столярные изделия. И ко мне обратился мой давний друг с вопросом таким. Он размещает заказы разные в исправительных заведениях. Ему там делают изделия, в том числе сделали мебель. И мебель деревянной части покрыли яхтным лаком, что не понравилось моему товарищу. И он, зная, что бывают другие покрытия, обратился ко мне, говорит, слушай, а вот маслом или покрытием, или какими-то восками, как вот ты делаешь, давай я тебе изделие привезу. Говорит, давай лучше научим заключенных, чтобы они тебе сами все и покроют. И так у нас родился такой социальный, можно сказать, проект небольшой. Громко сказать, что это прям проект-проект. Просто мы поговорили с руководством трех колоний, с которыми сотрудничает мой товарищ, и руководство колонии откликнул. И вот на прошлой неделе мы были в первой из трех колоний с таким вот небольшим обучающим проектом, где я рассказывал, как можно покрыть дерево иными средствами, нежели лак, который практически только это и знают заключенные. И ты достаточно просто, я так понимаю, договорился с руководством исправительной колонии, чтобы прийти и сделать мастер-класс. Я это к чему спрашиваю? У меня есть знакомый прекрасный музыкант, который хотел детям в школе преподавать современную музыку. Просто прийти и расскажать, что, ребята, есть такая вот классная музыка, я вам расскажу о ее истоке. И это было сделать в Москве фантастически сложно. В исправительной колонии в Саратове легко договориться с руководством и так просто прийти? Мне кажется, немножко разные вещи. Ну, соглашусь, да. Я не думаю, что в школу я сейчас приду и мне сразу пустят рассказывать школьникам там про деревянные прелести какие-то. Вот. А в колонии все-таки это была договоренность с человеком, который сотрудничает уже с этой колонией, и который донес выгоду от этого мероприятия для всех. И это и образовательный процесс, социализация заключенных, и новые какие-то возможности для расширения там производственных каких-то возможностей. Вот. И плюс к всему еще то, что расширяется линейка тех продуктов, которые производит колония. И, как оказалось, сейчас чуть-чуть коснувшись этой темы, я, ну, там, с ужасом для себя узнал, что там нет работы именно для заключенных, что они многие не трудоустроены, а там трудоустроенный заключенный может себе позволить там такие блага жизни, как чистые носки купить себе там в магазине при этой зоне. Они зарабатывают копейки, но, тем не менее, им нужны эти копейки. Тут как раз наши слушатели и пишут, что заключенным платят гроши, качество мебели растет, а кто, собственно говоря, это все получает. Ты когда решил предложить мастер-класс, твоя цель была какая? То, что заключенный, я не знаю, повышает свой класс работы с деревом, или просто учится с деревом, и это ему пригодится в жизни, когда он выйдет на свободу. То есть какая твоя была цель? Моя цель была совершенно, ну, так сказать, идеистическая. У меня недавно появилось желание потренироваться в публичных выступлениях. И тут... Спасибо за чистость. Да, 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 я абсолютно честен, да. У меня... Вот, и такая история, что я подумал, интересно, смогу ли я выступить перед вот такой специфической аудиторией. Для меня это был и вызов, и челлендж, и все вот такое подобное. Да, да, я смог, я справился. Я был во многом не понят ни сотрудниками, которые меня уже не руководствовали, а именно кто-то сопровождал меня по колонии. Там, капитан прожженный. Зачем это вообще надо? Жеки меня не поняли. А твоя выгода в чем здесь? То есть сначала они были настроены так, ну, чего ты нам расскажешь? Потом закончилось у нас общение очень, ну, вовлеченно. Они спрашивали, они пробовали. Там, я привез им всяких пробников, масел, восков. Они понатирали доски, оставили с удовольствием их себе. И даже под конец расспрашивали такое популярное изделие на зонах там нарды. Слушай, а что ж я нарды натру воском, и мне же будет проще, чем лаком потом. Если лак вот стирается, я их там, там, перечищать, это все. А воском же проще. И у них появилась какая-то, ну, прям заинтересованность живая. А я сейчас не беру, что они там совершили какие-то страшные деяния, что они там на строгом режиме сидят или еще что-то. Просто это в их жизни появилось какое-то, ну, яркое, надеюсь, пятно. Даже несмотря на то, что они меня могут негативно обсуждать. Что я какой-то лопух пришел, непонятно зачем им что-то там, ничего не продав, никакой выгоды не получив, просто им что-то рассказал. И, насколько я понимаю, ты написал об этом опыте в социальных сетях, и там развернулась вообще дискуссия о необходимости помогать и обучать заключенным. То есть, если плохо обычным людям, как аргументы, и предпринимателям сложно, то, собственно говоря, зачем вкладываться, вкладывать свои силы в такое обучение? Да, один из, там, саратовских предпринимателей, или, там, активист, я не знаю, он очень ярко так разделились в полярном мнении, кто-то сказал, здорово, молодцы, а кто-то сказал, что зачем ты там делаешь, вот мы тут бедные, несчастные предприниматели, еле концы с концами сводим, а ты тут, не знаю, зачем ты зэком рассказываешь о каких новых технологиях. Саша, ну вот смотри, нам пишет Юрий, «Серебряный дождь» слушают миллионы, а вы рассказываете о походе в колонию, собственно говоря, про дерево, думаете, этим ли много интересно. Юрий, вы знаете, меня история просто зацепила, как история социализации человека, который находится в исправительном заведении. Вот совсем недавно мы обсуждали, мы обсуждали работу заключенных на стройках, да, там тоже была очень дискуссионная история, у нас была Ева Меркачева, которая занимается правами заключенных, нам в эфир звонил слушатель, который был в колонии, а сейчас, собственно говоря, находится на свободе, статья у него была о хранении наркотиков. И, соответственно, он говорил, что это его поддерживало и помогало, поэтому мне кажется, что тут очень какая-то гуманистический есть такой посыл. Ну окей, ну вам не интересно, тут тоже, в общем, может быть, но мне показалось, что это какой-то такой классный очень пример, и я тебя, Саша, хотела похвалить и поставить фанфары в твою честь. Ну я начну смущаться от этого, я не для этого совершенно все это делал и рассказывал. Ну, в общем, я смущен. Полина из Москвы, суперкруто, спасибо, что делаете, и нам пишут, что вы думаете, что заключенные не могут строгать дерево в колонии, они это делают лучше вашего слушателя. Ну вот, собственно говоря... Да наверняка и лучше, и хуже, учитывая то оборудование, на котором они работают, они некоторые вещи делают значительно лучше меня, конечно, я ни в коем случае не гуру, я не супер-мега-профессионал, там есть люди профессиональные меня, я не гьюсь опять из груд, ни в коем случае нет. Просто я поделился теми знаниями, которые приобрел, которые накапливаю в процессе своей работы, вот и все. Одна компания поддержала нас, предоставила кучу пробников, современных средств защиты дерева, и получилось в разгар строительного сезона, когда у них и так работы полно, они нашли время, отправили посылку, и вот эту посылку мы сейчас в одну колонию отвезли, и встередине у нас еще две колонии, два визита пока мы наметили, и вот я приду не с пустыми руками, не на пальцах, не на бумажечках рисовать, буду как можно там воском пропитать дерево правильно, а с пробниками, чтобы ребята, которые там живут и работают, вот все, попробую своими руками. Саш, спасибо, что поделился. Мне лично интересен и факт смелости в этом вопросе, и факт действительно социализации, то, что это имеет ну правда такую социальную нагрузку, то есть это может быть кому-то неинтересно, но сам факт, мне кажется, очень здоровский, поэтому спасибо, что поделился. Спасибо, что озвучил, если можно, правда, слушатели спросите, а нужно ли помогать бизнесу, который вот здесь на свободе, потому что, ну, заключенные, они ограничены, они там не имеют кучи информации, которая есть на свободе. А что ты имеешь в виду под словом помогать бизнесу, который на свободе? А не знаю, вот я получил такие комментарии, там очень активно была ветка этих комментариев, что вот тут у нас цены повысили на 300% на стройматериалы и душат, и все-все-все, но мы все живем в этих условиях, у всех цены повышаются одинаково, мое мнение, что бизнес здесь, ну, проще, ну, в смысле, здесь за этой стороной забора со сравненными с колониями, проще реагировать на какие-то вещи, и если ты бизнесмен и готов брать на себя там риски и ответственность, ты можешь какие-то изменения вносить в свою жизнь. Вот, и там, я ни в коем случае не говорю, что все должны теперь идти в колонии помогать, это просто такой вот опыт у нас получился. А вы вспомните фильм «Побег из Шоушенка», когда люди выходили из тюрьмы, ничего не могли делать и шли в супермаркет паковать продукты. Вы имеете в виду, что как самая простая работа, да, потому что это отсутствие квалификации. Лилия пишет, отличное дело, Саша, молодец, и если из этой зоны освободившиеся хоть несколько человек будут нормально работать, то это, в общем-то, уже отличное дело. Слушатель Сергей Погодин пишет, ну, как же нет выгоды, теперь заключенные будут получать изделия лучшего качества. Сергей, но вы имеете в виду, что за копейки теперь заключенные будут делать изделия лучшего качества, но я даже не знаю, всегда же интересно делать лучше, наверное, я правда, не знаю, даже вам, чем пропонировать в данном случае. Мы можем не знать некоторые приоритеты, которые есть там. Им выше качество, ниже не всегда важно. Но то, что они делают кровать, там, я знаю, был заказ у них размещен серия детских кроваток. Они ее сделали прекрасно, все хорошо, но только для детских кроватей нужно, соответственно, экологичные какие-то материалы там без вредной химии. Вот. Если они покроют там лучше, хуже, они не сделают. Просто они покроют правильно безопасными средствами. Это не заключенные выиграют, а выиграют потребители этих детских кроватей, которые будут использовать безопасные средства. Сергей просто уточняет, имеется в виду, что выгоды для общества, для заключенного, в этом выгоды никакой нет. Но мне кажется, что выгода просто в повышении квалификации того, что ты делаешь. А он же выйдет когда-нибудь. И вдруг хотя бы один из тех, кому мне получится донести какую-то новую информацию, потом ее применит и не вернется. Вот один из заключенных мне сказал, это раньше я ел людей, а сейчас я просто в наркотике сижу. Вот. А он очень милый парень и здоровский. Ну вдруг, понимаете, он выйдет и не будет больше есть людей, а будет... Саша, ты, пожалуйста, будь осторожен. Я буду перестолярничать. И будет он делать хорошие вещи. Ну почему нет? Вдруг это получится, знаете, какая-то надежда у меня есть небольшая. Когда ты говорил, нужна ли помощь бизнесменам, чтобы адресовать этот вопрос нашим слушателям, ты имеешь в виду, опять же, какую-то профессиональную поддержку? Ну я не знаю, вот, например, бизнесмены могут сообщества, опять же, какие-то, да, организовываться, где есть обмен, ну я не знаю, опытом, профессиональными навыками и так далее. Ты про это имел в виду, что лучше бы ты не пошел к заключенным, а, соответственно, пошел просто к тем бизнесменам, которые тоже занимаются деревом, и это был обмен опытом. Ты это имел в виду в качестве помощи? Ну обмен опытом здесь нам проще организовать. Мы так и меняемся с теми коллегами, с кем общаемся. Это все с помощью интернета все спокойно делается. Я не знаю, что имел тот товарищ, но, может быть, надо было мне там часть своей работы посвятить, не знаю, пойти к нему на производство или какое-то, или там... Понятно, то есть вопрос помогать в сообществе или вот действительно такая социализация. Дмитрий из Твери пишет, как вы оторваны от жизни, это просто пропасть. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в чему мы оторваны от жизни? Что вам здесь кажется? потому что я вроде живу вроде бы здесь, а вроде бы в ней. Ну не знаю, в чем соль жизни. Господи, какая социализация у человека, живущего в тюрьме, что вы говорите, социализация это общество. В колонии свое общество, своя социализация. Если человек хочет работать, он будет работать. А Саша просто решил найти нишу сбыта сырья, молодец, и вот такие вот дела. Нишу сбыта сырья, друзья, я не продаю, я делаю изделия, продаю результат своей работы. Там те масла и воски, которые мне прислали, я только заплатил за их доставку и заправил машину, чтобы доехать до этой колонии. Вот все деньги, которые я видел в этом проекте. Вот, сбыта никакого нет, и если там заказ размещает какая-то организация или частное лицо в колонии, то уже они сами определяют какие средства и там лакохрасочные и прочее они используют. Поэтому здесь моей выгоды коммерческой к счастью, к сожалению, никакой нет. Помогать нужно людям, которые чего-то лишены, жизни вне правил, это тоже неполноценность, а вот те, кто просят помощи в повседневной жизни в нормальных условиях, это как раз какие-то неправильные бизнесмены. Ну, не знаю, это кто нам пишет? Степан. Степан, мне кажется, просить помощи можно в любой ситуации, если откликаются и эта помощь нужна, то почему нет? Сергей, Саратова пишет, так, можно ли посмотреть примеры столярных работ в Саратове? Ну, я просто обращу тогда в Фейсбук, Саш, наверное, к тебе в Фейсбук просто. Да, я там есть и с радостью все расскажу, покажу. Да, Александр Данилов, можете просто тогда посмотреть. Саш, в любом случае, спасибо тебе за историю, у меня такое чувство, что мы как-то очень цинично стали реагировать на простые человеческие вещи, ну, такого добра, да? К сожалению, к сожалению, да, мы во всем еще выгодим, но иногда просто так. Подвох во всем, что если помогают, так значит, там где-то должна быть какая-то вторичная выгода. да, не всегда это так, жизнь не меряется столько деньгами и вот иногда просто приятно что-то сделать. Пусть это будет, вера в то, что я делаю, это немножко хорошее. Вот, что-то хорошее. Спасибо, что поделился этой историей. Это Александр Данилов. Внимание к этой истории хорошего дня. Из Саратова те, кто заинтересовался, то заходите в фейсбук Сашу. Саша Большой Малачин напишет Степан. Это вот как раз Степан пишет неправильно выразился. Меня просто возмутили комментарии про помощь. Понятно. Я думаю, что если один из тысяч встанет на какой-то путь исправления и это принесет пользу, то цель Александра в общем-то уже будет достигнута и размышлять о какой-то вторичной выгоде в общем здесь достаточно странно. Мы вернемся после рекламы. Я обещала, что каждый час мы будем заканчивать треком из альбома «Тайваньских лягушек» и этот час не будет исключением. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 у оливковой лягушки. Игорь, как тебе оливковая лягушка с тайваньского диска? Это мои звуки, под которые я хотел бы как просыпаться, так и засыпать. Это похоже на будильник, кстати. Действительно. Жирчат воды Тайваня. Я даже не знаю, что мне больше нравится. Звуки лягушки или журчащей воды. Водичка прописана хорошо, качественно. Отлично. Звукорежиссер же писал. Следующий трек будет уже в конце следующего часа. Послушаем еще какую-то разновидность лягушки. Ну, кстати, по слободе у нас очень много сообщений нападало. Вот Анатолий пишет. Ты говорил, Игорь, про профессиональные слободы, которые были в старь в городах. Друзья, привет! Вы упустили существующие наукограды. Наукограды, я как раз упоминал их. В том числе, да, и Арзамас. Например, я родом из Жуковского, где сейчас проходит МАКС. И там 60% людей, они связаны с авиацией. Сейчас, правда, конечно, поменьше. Раньше было побольше. А есть еще гетто, кстати, дом на набережной. Я на ближайшей экскурсии, кстати, буду в воскресенье рассказывать про него. Как-то изящно его назвал гетто сейчас. Это же гетто советской партийной и творческой номенклатуры в конце 20-х, ну, в начале 30-х годов, когда его достроили. Место компактного проживания с полным пансионом. А есть какое-то слово, кроме гетто, ну, скажем, какое-то элитное гетто, как называется? Элитарное тогда уже. Элитарное. Вип-гетто. Место компактного проживания. Новенклатуры. Место компактного проживания. МКЖ. Например. Ж. Ладно. Так, а вот слушатели нам шлют гавайских лягушек. А знаете, если это ваш звук гавайских лягушек, может быть, в следующем часе и послушаем. Да, первые годы, кстати, жители дома на набережной наслаждались звуком лягушек. Там прачки в Москве-реке стирали их белье. Сейчас в Москва-реке не постираешь, конечно. Нет, он неплохо отмывается, кстати. Реагентами отходят разные пятна. Да, я думаю, чем бы наоборот пятна из Москвы-реки отмыть. Это другие пятны. Пищевые легко отходят. Да. Главное, не иметь пятен на репутации, да? Если мы говорим о доме на набережной. Ну что, продолжим в следующем часе с Михаилом Казиником. Поговорим о десятке самых прослушиваемых треков за границей. Серебряный дождь. Сто ровно и одна десятая ФМ. В Москве десять часов.